Ученые Казанского федерального университета оценили процесс течения пандемии коронавируса и составили свой прогноз о том, когда закончится режим самоизоляции в России. Анализ был составлен на основании посуточных данных на базе Яндекса по количеству заболевших по состоянию на 5 апреля. В своем исследовании ученые подбирали такую систему, для которой эпидемия началась гораздо раньше, чем в России, и которая протекает по тому же сценарию, что и у нас. Сидень заключался в следующем. Посмотреть, как динамика развития эпидемии в России происходит и на какой сценарий качественно она походит. Дело в том, что во многих странах, в ряде стран, скажем так, более конкретно, эта эпидемия уже длится достаточно продолжительное время. Например, Китай, Япония, Италия, Испания, другие страны. И поэтому можно было сравнить динамику нашей Европии с тем, как это происходило в других странах. Характер, сам характер развития эпидемии очень напоминает то, что было в начальных стадиях Китая. Вот, собственно. И в итоге, когда мы все это дело обработали, то мы попытались сделать прогноз по ноге с Китаем, когда же ожидать насыщения. То есть, когда прирост в числе заболевших будет замедляться. Вот здесь получился у нас интервал. Интересовал, прежде всего, нас оптимистичный сценарий. То есть, что будет происходить, если все будет развиваться более-менее благоприятно. В итоге самые благоприятные оценки показали, что спад эпидемии в России можно ожидать не раньше, чем вторая половина апреля. То есть, число заболевших в России, ну, можно ожидать так, что будет перестанет увеличиваться лишь ближе к концу апреля. Вторая половина и даже ближе к концу апреля. Вот это число апреля. Опять же, повторюсь, оговорюсь, что это самый оптимистичный, самый такой вот благоприятный сценарий. Важно отметить, что прогноз лишь вероятный, поскольку существует множество факторов, которые могут повлиять на протекание пандемии. Лилия Талипова, Универньюс.